Мы продолжаем бороться с ситуацией, когда слишком мало практики по сравнению с тем курсом, который был раньше. И да, у нас пока что очень много текста. Так, я повторю свой вопрос. Вы Найджаджи есть? Есть. И у него есть тоже имя, группа, вот это все. Ага, спасибо. Потому что мне надо посылать отчет в этом деле. Хорошо. Если ни у кого не было проблем с домашних заданиях, то пункт разбора домашних заданий просто опущу с вашего позволения. Да, конечно. Сейчас, минуточку, давайте мы их запишем. Секунду. Это архитектура. Так, что там со звуком? О, отличный звук. Что-то сделать с этим. Да, слушаем вас. Значит, вопрос, зачем нам align с значением 0? Затем, чтобы использовать его в макросах. Когда мы не хотим выравнивать, а внутри макроса написан align? Я ответил на вопрос или надо пояснять? Представьте себе, что написали макрокоманду, в которой передается параметр, насколько выравнивать размещаемые, нагенеренные этой макрокомандой данные, размещаемые в памяти. И один из параметров может быть 0, если вы не хотите выравнивать. Но в макросе уже стоит инструкция align? Не инструкция, как она? Директива. Туда может приехать 0. Стоп. Давайте я этот вопрос скажу, а то ваши вопросы не слышны здесь. Вопрос был в том, зачем инструкция align 0, то бишь выравнивание на 1 байт, хотя по идее выравнивание на 1 байт это никакого выравнивания. Вот такой был вопрос. И я на него вроде бы ответил. Да. Второй вопрос про Endiness. Вроде бы мы выяснили, что там по дефолту Big Endiness, но при этом мы сохраняем значение меньшего, чем машинное слово размера, то они кладутся в Big Endiness, но при этом заполняют машинное слово с конца. Это вопрос в том, как мы представляем себе это машинное слово. Они должны заполняться с конца. Ну, что такое конец? Вот нулевой бит – это конец или начало? Да. Это просто путаница. Путаница, связанная с представлением, как мы на нее смотрим, наверное, на этот данк, да, и хранением. Вот. Можно попробовать еще раз разобраться в этой тупизне, вот, потому что она ну реально тупизна. Но мне кажется, что… Ща, давайте посмотрим на… В Марсе такой же Endiness, как в архитектуре. Архитектура у нас Little Endiness. Это если уж на то пошло. Да? То есть вот если вы посмотрите… Сейчас, давайте посмотрим. Вот это была прошлая лекция. Ой, это были не те лекции. А вот это были те лекции. Вот она. Это была прошлая лекция про память. И там было слово Endiness. Вот. Тут написано Big Endiness, но это в раке. Я, кстати, не поправил, да? Ну, по факту у нас в примере, там, вот, допустим, будет вид, так и лежит в памяти в том же порядке, нет? Нет. Сейчас тут где-то есть пример, в каком он порядке лежит на самом деле. Вот же они, байты. 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15. Только это называется Lead Lending. Прошу прощения. Давайте мы это прямо сейчас исправим, чтобы неповадно было. Когда мы сохраняем целое слово, и у нас в Марсе это слово, там, ну, допустим, будет вид, так это отображается как будет вид, это просто нам. Естественно. Ну, а в смысле? Сейчас, сейчас. Одну секундочку. Значит, Михаил, проконтролируйте меня. Это Lead Lending, разумеется. Это, разумеется, Lead Lending. Когда младший играет слово, лежит, младший вид слова, лежит по младшему адресу. Да. Когда надо слово старший заменить на младший. Давайте посмотрим еще разу. Хорошо видно, что обратный порядок убавится, если мы сохраним строку или... Сейчас я покажу все. Я понимаю, что это отчасти моя вина, потому что... Потому что я Big Slittle перепутал в лекциях. Вот. Так вот, смотрите. Вот у нас байты, которые мы храним. 12, 13, 14, 15. Вот они... Вот как они лежат в памяти. 15, 14, 13, 12. 15, да? Тот факт, что мы написали слово Bad Fit, это не слово. Прошу, прошу внимания. Это не слово, это число такое 16-ричное. Это я вместо Dead Beef, всеми любимым, что-то придумал. Вот. Bad Fit, кстати, там нолик еще в середине. То, что мы написали вот это число, и оно представляется как число, и здесь оно представляется как число, это все то же самое на самом деле, да? Вот. То есть это большое число, которое в 16-ричном виде выглядит вот так, ну и, соответственно, здесь оно в 16-ричном виде выглядит так же. Когда мы распилим на два полуслова, вот они, два полуслова, да? Вот это младшее полуслово, а вот это старшее полуслово. Они опять-таки идут в обратном порядке. Теперь пример, где это не так. Его здесь нет. Если бы мы сейчас на него слово, когда-то реклама, еще раз, это вопрос представления. В памяти хранятся ячейки, байты, полуслова, слова, да? Значит, если мы смотрим на слово машинное, которое 4-байтное, да, которое вот такое, то эти 4 байта в виде машинного слова представляются, конечно, вот так вот. А, я понял вас. Ну, разумеется, если это железо, то там у мипса есть переключатель. Да? Вот в режиме Elite Landing оно выглядело бы так же. Ну, смотрите, ну, елки-палки. Сейчас, сейчас я перестану тупить и объясню. Вот машинное слово. Оно хранит какое-то 16-ричное число. Это 16-ричное число 4-байтное. Если мы говорим, дорогая машина, запиши вот это 4-байтное число в эту ячейку, то это 4-байтное число мы сдаем вот так. Ничего удивительного, что оно и здесь, и здесь показывается одинаково. Ну, при этом младший байт у этого числа, да? Вот он. А в действительности он лежит с другой стороны. Да? Сторона начинается вот отсюда. И это все правильно. Вот ЕД, вот ЕД. Вот младший байт. Вот он. Это всего лишь представление, да? Вот если мы записываем туда побайтное, то этот первый байт окажется вот там, да? Потом, ну, понятно. Хорошо. Давайте я не буду дальше тупить. Это действительно тупизна не в том смысле, что это глупо, а в том смысле, что когда начинаешь это объяснять, очень легко запутаться. Проще как-то для себя понять и с этим жить. Побайтность читать. Так мы так и сделали. Окей, ладно, давайте от этого отвлечемся, потому что все-таки, да, значит, тема сегодняшней лекции, в чем тут рекурсии, или мы так не договаривались? Вот, потому что у нас две собственные темы, стэк и конвенция на подпрограмму. Значит, вам копипасте из лекций, полутора лекций базового курса довольно много слов, много букв. Отчаянно призываю их все прочесть, там худого не напишут. Единственное, что, может быть, там напишут немножко такого, чего мы и без того знаем. Ну, например, целый кадр в лекциях второго семестра, первого курса, посвящен тому, зачем вообще нужно повторно использовать. Я надеюсь, что здесь присутствующим это объяснять совершенно не нужно. Идея состоит в том, что мы один и тот же код можем использовать много раз. К этой идее есть два подхода. Это макро и подпрограммы. Макро — это повторное использование исходных текстов кода, которые в разных местах программы подставляются и компилируются нашим Аземлером как разные кусочки этого кода. То есть мы один раз задали макро, десять раз его вставили, получили десять фрагментов кода. Потому что повторное использование происходило на уровне исходного кода. Подпрограммы, функция, процедура, как хотите называйте, это повторное использование кода аппаратно обусловлено. То есть у нас есть некоторые аппаратные возможности, которые это поддерживают. И, значит, это может быть, добавляет там буквально несколько дополнительных команд к нашей системе команд, но зато это позволяет держать в памяти ровно один экземпляр этого самого кода, который мы повторно используем, потому что мы к нему обращаемся, то есть переходим туда, а потом возвращаемся. Вот, соответственно, в очередной раз напоминаю, что все гениальные архитектурные решения, связанные с современными вычислительными машинами, это весьма частные решения, сделанные в стесненных обстоятельствах, в данном случае примерно полувековой давности, общая задача. И, наверное, мы бы могли придумать повторное использование запрограммированных уже алгоритмов самыми разнообразными путями. Ну, например, мы могли бы ввести какую-нибудь разноцветную память и поместить нашу подпрограмму в память определенного цвета, и потом говорить, а вот выполни мне, пожалуйста, кусочек такого-то цвета. И это было бы совсем не то же самое, что традиционное понятие о подпрограммах, потому что мы могли бы этот кусочек заменять, перекрашивать и так дальше, и так дальше. Ну, нет, мы пользуемся той самой, в действительности, несуществующей метафорой компьютера от этого самого фоннеймена, в котором есть ячейки, команда в ячейках, правила последовательного выполнения, правила перехода, и мы говорили о том, что условный оператор, оператор цикла – это всего лишь переход. Так вот, вызов подпрограммы с этой точки зрения – это тоже такой переход, но с запоминаемым адресом возврата. То есть мы переходим в какое-то место и при этом где-нибудь откладываем информацию о том, куда нам возвращаться. Довольно очевидное решение, да? Где-то тут написано, где-то тут написано, что есть неправильный вариант решения этой задачи. Что-то, кажется, я пропустил этот момент. Ну ладно, пропустил и пропустил. Значит, еще раз. У нас каким-то образом, непонятно каким, куда-то, непонятно куда, должен сохраниться адрес возврата. Вариантов даже в рамках парадигмы фон Немен решения этой задачи довольно много. Вариант номер один. Если у нас есть доступ к регистру, который называется программ-каунтер, регистру, в МИПСе его нет, а, допустим, в каком-нибудь PDP11 он есть. Это просто R7, кажется. То мы можем просто взять, сохранить содержимое этого регистра куда-то, потом осуществить обычный переход по какому-то определенному адресу, который лежит у нас под программа, и эта под программу будет знать, где мы сохранили адрес возврата, загрузит его обратно в программ-каунтер, но тем самым совершит переход обратно. Кстати, я об этом не говорил в прошлый раз. Чем вам не реализация команды перехода? Просто запись соответствующего адреса в соответствующий регистр, если он доступен. Да, значит, в момент трансляции мы такие вещи можем сделать, хотя непонятно, как под программой рассказать, куда мы это сохранили. Что мы должны использовать только макросы, что под программу мы таким образом не сделаем. Да, значит, внимание, вопрос, а что тогда делать? Есть два варианта ответа, ну, на самом деле, три. Вариант номер один. Сохранять эти значения в какой-нибудь специально выделенный регистр. Вот. Ну, или не специально выделенный регистр. На самом деле, если мне не изменяет память, в МИПСе можно в любой регистр сохранить адрес возврата при переходе. То есть, мы вызываем функцию, ну, то есть, переходим на под программу, одновременно записывая в специальный регистр адрес, по которому, выбранный нами регистр, адрес, по которому будет происходить возврат из под программы. Все очень здорово. За одним маленьким исключением, о котором я скажу позже. Значит, почему это здорово? Почему это лучше, чем записывать в память? Ну, для начала, куда в память? Совершенно не очевидно, куда мы должны записывать адрес возврата. В память. Может, в какую-то специальную ячейку? Одну. Ну, тогда чем регистр плот? Вот. Кроме того, как мы помним, работа с памятью довольно долгая операция. Если мы нормально программируем на ассемблере, где у нас небольшие функции, небольшие под программы, их много, там постоянный вызов идет, одно из другой, ну, и понятное дело, что дергать память каждый раз довольно тяжело. Но. И, собственно, ровно так эта задача и решена в МИПСе. Да? Значит, если мы вызываем под программу, не так, инструкция для вызова под программу, инструкция для возврата из под программы, соответственно, J-A-L, Jump and Link, и J-R, Jump Register, да? Используется для вызова под программы и, соответственно, для выхода из под программы. Вот. Работает очень просто. Jump and Link сохраняет адрес следующей ячейки, обратите внимание, следующей, то есть той, на которую произошел бы переход, если бы мы вообще не выполняли этот вызов. Сохраняет в регистре R-A, это последний из имеющихся адресуемых регистров, 31-й, и переходит на тот адрес, который мы... Тут, кстати, на самом деле неправильно, тут надо было написать еще адрес, да? А, давайте напишем. Чего что? Здесь надо было написать слово адрес, да? Вот. Здесь мне не изменяет память, возможно, она мне изменяет, но по идее должна быть еще команда Jump and Link с использованием регистра, адрес, сохраняющегося в регистре. Вот. Значит, итак, в 31-м регистре сохраняется адрес возврата, наша функция, которую мы используем, должна не трогать 31-й регистр ни при каких условиях. Вот. Или запасать его где-то, и потом восстанавливать. Тогда, к моменту, когда мы захотим из нее выйти, в регистре 31-м, он же R-A, лежит адрес возврата, и мы выполняем просто команду перехода по адресу, содержащемуся в этом регистре R-A. Вот. Ну, вот вам пример кода. Не знаю, может быть, его стоит даже... Давайте запустим, запустим Марсик. Даже его немножко поотлаживаем. Заодно посмотрим, как на этом разрешении вообще Марс визит. А то что-то мне кажется, что у нас есть шансы... Да нет, вроде ничего. Это что? Это собрутина. Субр 0. Вот. Давайте посмотрим... Ой, тут... Вот так вот. Давайте посмотрим исходный код. Итак, мы загрузили в регистр T какие-то значения. Дальше... А, это значение T1, T2 и T3. Это, соответственно, три регистра, в которые мы загрузили значения, которые будем сравнивать. Вот. Под программа нам должна выдать... Под программа нам должна выдать... Являются ли эти три регистра... Значения в этих трех регистрах сторонами треугольника. Вот. Давайте вот только вот это вот. Во. Как она должна это выдать? Она должна загрузить в регистр T0... Ой. Че это? Похоже, здесь было выделено цветом. У-у-у, какое безобразие. Сейчас, одну секундочку, сходим на сайт вот сюда вот и посмотрим пример оттуда. Извините. Сейчас, сходим и посмотрим. Значит, надо будет... Надо будет... Ага. Зараза, цвет не передал. Значит, во всех примерах надо будет поправить цвет. Жалко. Ну, давайте сюда посмотрим, в конце концов. Видно? Сейчас. Давайте тогда вот это скопируем. Сейчас. Секунду. Вот это скопируем. И посмотрим, как это все работает. Так. Вот. Значит, смотрите. Итак, у нас есть... Наша подпрограмма пока что мы никак не договариваемся о том, как мы передаем параметры. Ожидает, что в T1, T2 и T3 у нас будет три числа. Она должна их как-то сравнить... как-то сравнить и как-то сигнализировать нам о том, что эти три числа являются сторонами треугольника или нет. Вот. Опять же, конкретно эта подпрограмма она формирует в T0 либо нолик, либо единичку. Вот. Как это все работает? Вот мы загрузили три числа, вызвали нашу подпрограмму. Значит, она загрузила в T0 сразу нолик на всякий случай. Потом стала проверять... Потом сформировала в регистрах T4, T5 и T6 суммы двух сторон. Потом трижды сравнила их с противолежащими сторонами. Вот. И если хоть одна из них оказалась больше, чем сумма двух других сторон, мы так с этим ноликом и вернемся, потому что тут идет переход на метку нот в обход вот этой штуки. Если же все три сравнения оказались ложными, то есть сумма двух противолежащих, двух сторон всегда больше, не меньше противолежащей, то это значит треугольник, и у нас в T0 загружается единичка, и все работает. Вот давайте теперь это проверим. Так. Вот тут видно плоховато, да? Или ничего? Нормально. Хорошо. Вот. Значит, вот у нас загрузили мы 5 в регистр T1, 6 в регистр T2, 7 в регистр T3. Вот сейчас мы выполним команду jump and link. Напоминаю, что при этом произойдет две вещи. Мы, во-первых, перейдем на другой адрес, на адрес треуг, который на самом деле у нас 420016. Вот он. 420018. Вот он. Вот сюда перейдем. И, во-вторых, адрес возврата, то есть адрес 420010, вот этот, должен поместиться в регистр RA. Давайте проверим это. Да. Вот мы перешли. У нас program counter теперь равен 420018, а в регистр RA положился 420010, как и мы и собирались. Теперь мы выполняем нашу подпрограмму. Обнулили T0, вычислили сумму раз двух сторон, два двух сторон, три двух сторон. Теперь мы сравниваем сумму с противоположной. Упс. Что-то не то. А, смотрите. Помните, я говорил, что все то. Помните, я говорил, что в МИПСе нету операции сравнить на больше-меньше. Потому что это две арифметические операции. Первая – это вычесть, и вторая – это проверить, там, положительное или отрицательное число, сравнить с нулем. Так вот, они две и есть. Мы... SLT – это что вообще такое? А, точно. Это сравнить и поставить в регистр какой-нибудь RA результат сравнения. Первая – арифметическая операция. Вторая – арифметическая операция посмотреть в регистр RA, не RA, AT, пардон, доллар 1, регистр AT. Итак, SLT – это команда сравнения с установкой в регистр AT истины или лжи. И вторая операция – это уже сравнить с... сравнить ноль с содержимым этого самого регистра AT и перейти на больше-меньше в зависимости от... Вот у нас в AT что бы сейчас сформировалось? Ноль, то есть нет, неверно это сравнение, не больше, чем. Значит, мы идем дальше. Не больше, снова идем дальше, не больше, снова идем дальше. Все, мы занесли, мы прошли все три проверки, сюда заносим, мы сейчас занесем в регистр T0 единичку, вот она, и с этой единичкой возвратимся. Сейчас мы выполняем операцию GR, Jump and Return, который возьмет из регистра RA адрес возврата и вернется на адрес, сейчас скажу какой, где у нас RA. 42010. Вуаля, перешли на 42010. Ну и дальше, собственно, все, конец фильма. Если мы здесь поставим какое-нибудь число, ну, например, 16, то эта штука не сработает. То есть, если она сработает, то она вернет нам нолик в T0. вот мы перешли, вот мы поскладывали, сумму вычислили, вот мы сравнили, норм, сравнили, норм, сравнили, 1, видите, появилась единичка, и мы сравнили 16 с суммой, чего там у нас, сумма 5 плюс 7. Оказалось, что 16 больше, вот, и теперь мы сейчас обойдем, вот этот бранч, обойдет, присваивание, видите, вот сюда ушли, ну и все, значит, у нас вернется в регистре T0 0. Вот у нас в T0, где он T0? T0. Вот у нас лежит 0, а раньше там лежал 1. Вот разница. Эта подпрограмма написана вообще без всяких договоренностей относительно того, где мы передаем параметры и как мы возвращаем значение. Ну, точнее, не так, а такая динамическая договоренность, которая состоит в том, что мы передаем параметры в регистры, соответственно, 1, 2, 3 и возвращаем в T0. Кроме того, у этой подпрограммы есть один крупный недостаток, вот, главный, это невозможность вложенного вызова подобного рода подпрограммы. Если мы изнутри этой подпрограммы вызовем еще какую-нибудь с помощью той же самой инструкции Jumping Link, ну, разумеется, содержимое регистры RA затрется и все, и все умрут. То есть мы уже не вернемся никогда в первую из двух вложенных подпрограмм. Таким образом, программа, которая не озабачивается сохранением регистра RA немедленно после его вызова, называется концевой. То есть это такая, из которой не будет больше вызова в дальнейшем, и поэтому можно RA этот самый не сохранять. Вот. На самом деле, есть еще несколько проблем, которые тут не решены. из этих проблем как минимум одну мы решим прямо сейчас, а про одну я не помню, честно. Значит, еще одна проблема локальности меток. Предположим, что у нас много подпрограмм, все примерно одинаково устроены, и у всех у них есть что-то под названием Node. То есть мы хотим обойти какое-то сравнение и поставить метку Node. Так вот, пока что мы знаем, что все метки в ассемблере, который нам предоставляет Mars, все метки глобальные, и, соответственно, мы не можем писать много разных меток Node в одном файле, по крайней мере. В нескольких можно. Вот. Ну и, а, ну тут уже написано, да, и главная проблема это отсутствие договоренности. То есть мы сейчас договорились, что T1, T2, T3 это передача параметров в T0 возвращаемые значения, но в следующий раз мы можем договориться по-другому. А, так, 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 что здесь интересно из этого текста. Да, значит, вот в этом тексте я разделяю понятие рекурсивного вызова и вложенного вызова, ну и действует в следующем. Предположим, мы, ну давайте прям разбирать. Давайте прям разбирать. Предположим, мы из одной подпрограммы вызвали другую, с другой третью, а потом хотим вернуться обратно. Очевидно, что все подпрограммы, кроме третьей, концевой, должны куда-то сохранять адрес возврата. Естественное желание сохранять адрес возврата в какую-то локальную ячейку, которая приписана к этой подпрограмме, это плохое желание, неправильное. Но в данном случае оно нас спасет. Давайте мы что делать? Давайте вот мы получили управление, мы немедленно возьмем этот регистр РА, положим его в адрес, ну не знаю, там куда-нибудь, в какой-нибудь специальный адрес памяти, который сами же для себя выделим, и там будет лежать адрес возврата, и в конце нашей программы перед GR мы его вызовем, загрузим в регистр РА и вернемся. Вот. И это все нормально работает до тех пор, пока вы не вызываете подпрограмму самую из себя рекурсивную. Любым типом, А или Б. То есть, либо вы самую из себя вызвали, либо вы вызвали другую, подпрограмму, а на третью, а третья вызвала слово первое. В этом случае выясняется, что одной ячейки для хранения адреса возврата нам недостаточно. Ну а сколько их тогда сделано? Поэтому естественный, да, значит, вот такие проблемы, да? Да. Что именно? А, да, 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 значит, правильно, значит, я озвучу то, что сейчас сказал Михаил. Вообще говоря, если у нас подпрограмма концевая и вызывается сто пятьсот миллионов раз, то сохранение регистра РА в каком-то месте в памяти и потом восстановление его из памяти, это вообще говоря неэффективная операция. С точки зрения эффективного кодирования на ассемблере так по возможности можно лучше не делать, если это возможно. Если у нас не предполагается рекурсивного вызова, а предполагается только вызов вложенный одной процедурой из другой, то использование механизма стека, о котором мы сейчас поговорим, это более тяжелая операция, выделение одной единственной ячейки, в которой мы будем хранить адрес возврата. Поэтому второй вариант предпочтительнее, чем первый. И соответственно, мы можем напридумывать конвенции, то есть договоренности о том, как оформляется концевая подпрограмма, нерекурсивная подпрограмма и рекурсивная подпрограмма, выдумать их много раз. Делать мы этого не будем, но для примера покажу конвенцию на концевую процедуру, потому что, еще раз повторяю, использование и неиспользование памяти на любой архитектуре довольно жестокая штука, особенно при отсутствии кэша или предполагаемом отсутствии кэша. И программист всегда в состоянии отличить концевую подпрограмму от неконцевой. Он вызвал какую-нибудь подпрограмму у себя изнутри или нет. Конвенция состоит в том, что мы заранее договариваемся а. В каком регистре мы сохраняем возвращаемое значение. Это регистр РА. Б. Что мы не будем вызывать никаких подпрограмм из себя. В. Что мы возвращаем в управление тоже с использованием регистра РА с помощью инструкции GR. И тут начинается собственно предмет нашей договоренности и мы договариваемся о том, какие регистры используются для передачи параметров внутрь подпрограммы, для возврата возвращаемого значения из подпрограммы, то есть что проверять, где лежит результат. И дополнительно мы договариваемся о том, какие регистры можно модифицировать. То есть какие регистры могут оказаться равными чему-то другому после того, как мы вышли из-под программы. А какие регистры модифицировать нельзя. То есть когда мы вышли из-под программы, значения этих регистров должны совпадать с теми значениями, которые были, когда мы ее только вызвали. Именно на этом основании 32 регистра МИПСовых переименованы разными буквами. Буквами Т обозначены регистры временные, то есть такие, которые подпрограммы может смело портить. Мы вызвали подпрограмму, вернулись из нее, и в регистрах Т лежит уже что-то другое. Может лежать другое, имеет право. Регистры С от слова кажется статик. Это регистры, значения которых должны не изменяться после выхода из-под программы. Это не значит, что мы не можем ими пользоваться. Это не значит даже, что мы не можем туда писать. Мы можем туда писать, но если мы используем регистр типа С, мы обязаны восстановить его значение в исходное при выходе из-под программы. Соответственно, программист, ну ладно, сейчас чуть позже про это, он доверяет. Соответственно, 4 регистра от А0 до А3 используются для передачи параметров внутри под программы. Если этих параметров больше, надо придумывать другую конвенцию, передавать их через стек или через память, что по сути одно и то же на самом деле. Вот. И 2 регистра используются для возврата возвращаемого значения. Их всего 2, потому что, опять-таки, если у вас надо вернуть данные большего объема, их логично располагать где-то в памяти. А 2 возвращаемых значения это, ну например, плавающее число двойной точности. Вот. Либо по целой слои 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 слои. Да, либо одна ячейка с ответом и одна ячейка с кодом ошибки. Либо одна ячейка с размером данных и вторая ячейка с адресом. Ну, короче говоря, 2 бывает полезно. Вот. Я, кстати, не знаю прямо сейчас ответа на вопрос, можно ли модифицировать регистр, например, А1, А2, А3, если у нас только один параметр А0. Не знаю. Возможно, можно. помимо этих явных конвенций, которые будут использоваться всегда, когда мы пишем под программы, есть еще всякие неявные договоренности, например, по возможности не использовать регистры типа В и А в коде, просто в коде программы, не использовать их вместо Т. Сначала использовать Т, а уже потом В и А. Просто потому что. Обратите внимание, что никакого разделения на подпрограммы и процедуры, запрет побочного эффекта и всего остального в этой конвенции на самом деле в большинстве других не вводится. То есть, что наша подпрограмма делает с памятью, это уже наше дело. Пример той же самой подпрограммы, абсолютно той же самой, но оформленной уже сообразной конвенциями. Смотрите, мы параметры передаем через регистры типа А, мы получаем возвращаемое значение в регистре типа В. Вот. В остальном все то же самое. Я думаю, что это не нужно сейчас копипастить в Марс, он работает точно так же. здесь нас подстерегает, как я уже сказал, проблема номер 2, дробь 3. Вложенные и рекурсируемые вызовы. Мы должны предусмотреть механизм, посредством которого мы можем сохранять, ну, скажем так, актуально бесконечное количество как минимум адресов возврата. Потому что с адресами возврата самая главная проблема. Адрес возврата не может быть имманентен одной конкретной подпрограмме, потому что если она вызывает себя рекурсивно, то таких адресов несколько. Вот. И тем более он не может быть один, так как у нас это устроено в команде Jumping Link, потому что это только для концевой конвенции пригод. Для того, чтобы решить эту проблему, вводится понятие stack. Здесь я тоже немножко пропущу кусочек, я вижу, люди зевают, потому что они знают, что такое stack. Вот. Скажу только три вещи про stack. Первое. Мы все знаем, что такое stack. Это абстракция типа FIFO, LIFO, Last In, First Out. Абстракция типа LIFO. В случае фонемеской архитектуры в роли того, что IN и OUT выступают ячейки памяти, точнее машинные слова, в stack можно положить машинное слово и снять оттуда тоже машинное слово. Как правило, это так. Я не знаю, существует ли архитектура, где это не так. Вот. Ну, существует indel, говорят мне тут с места. Спасибо, Михаил. Ну, короче говоря, в MIPSE это не так. В MIPSE можно в stack положить только машинное слово и снять только машинное слово. Вот. Это намного эффективнее работает, хотя, да, если вы хотите передать три байтика, то они передаются как три машинных слова, что поделось. Вот. Почему такого рода абстракция решит проблему рекурсивного вызова или вложенного вызова? Очевидно, да? Помните, мы говорили, у каждой функции должно быть место в памяти, где она будет хранить адрес возврата? Это место в памяти это определенная ячейка стека. Функция номер один положила на вершину стека адрес возврата, вызвала функцию номер два. Функция номер два дополнила стек и положила на вершину стека свой адрес возврата, а это была вторая снизу ячейка, и вызвала функцию номер три. Функция номер три положила в третьем, ну и так дальше. То есть, если посмотреть трассировку вызовов функций друг другом, то каждая такой функция будет принадлежать свой маленький кусочек стека в случае, если никаких дополнительных туда не клалось данных, одно машинное слово, содержащее просто адрес возврата. Таким образом, мы внезапно открыли для себя ту самую динамическую память, куда мы можем складывать актуально бесконечное число адресов возврата, и откуда мы можем их в свой черед брать. Опять-таки, наверное, здесь присутствующим не нужно объяснять дальше, я надеюсь. Положил стек, снял со стек. Положил, 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 снял, снял, снял. Вот. В принципе, реализацией вот этой абстракции на аппаратном уровне, можно себе напридумывать очень много. Для начала можно себе напридумывать какой-то волшебный аппаратный стек, неравный обычной оперативной памяти. Ну, потому что, слушайте, но если наши процедуры друг друга вызывают тысячу раз, если у нас глубина вложности тысяча, то это какой-то плохой алгоритм на самом деле. Так не надо делать. Значит, эта память может быть небольшой, а стала быть быстрой. Ее можно каким-то хитрым образом аппаратно организовать, чтобы, ну, например, может быть, регистровой вот такого памяти аппаратного стека, может быть, регистровой мы туда положили, быстро перешли и что-то такое сделали. Правда, для этого нам придется предусмотреть еще специальные инструкции. Положить стек и снять из стек. Ага, Кнут. Есть Кнутовский, Кнут. И у них есть адреса. Да. А, окно регистровое. О, да, да. Вот, пожалуйста, Михаил предлагает еще один интересный способ. Регистровое окно? Мы раз положили адрес возврата в регистр, ну, скажем, номер 6. Вжух сдвинули окно. Оно теперь смотрит, начиная с регистр номер 7. А для того, чтобы вернуться, мы вжух сдвинули окно обратно, вынули адрес возврата из регистр номер 6. И всем хорошо. Такой аппаратный регистровый стек. Вот. Ничего подобного в MIPS нету. Потому что это бы сильно усложнило архитектуру как таковую. В MIPS, когда речь идет о стеке, речь идет о хранении данных в памяти. Медленным. Ну, что поделать? Мало того, никакой аппаратной инструкции положить в стек и снять со стека в MIPS тоже нет. Почему? По той же самой причине, по которой мы говорили, что нету, например, аппаратной инструкции сравнения двух чисел и перехода. Потому что для того, чтобы такую инструкцию реализовать, потребовалось бы напрягать некоторые компоненты процессора более чем один раз. Смотрите. Почему нету инструкции сравнить и перейти? Потому что сравнение само по себе двух чисел – это вычитание и затем сравнение с нулем. Значит, выполняется сразу две арифметические операции. Сначала вычитание, потом сравнение с нулем. Нехорошо. Теперь, что касается операций положить на стек. Что такое положить на стек? Это записать в какое-то определенное место памяти некоторые значения и потом увеличить то, что называется стек-поинтер. Увеличить тот адрес, который указывает на это место в памяти, увеличить на… поскольку мы говорим, что в стеке в случае MIPS хранится всегда одно машинное слово, увеличить его на 4. На самом деле уменьшить, потому что стек у нас растет сверху вниз. Но это не важно. Это явно две операции. Если сделать их атоматами, они просто будут два раза дольше работать. На этот раз у нас зависимость не по… зависимость не по арифметическим операциям, а по… Интересно, а почему? Памяти. Вообще, что-то сделать с регистром. Да, смотрите. Что такое записать из регистра в память? Надо зайти в регистровый блок, вынуть из соответствующего регистра некоторые значения и это значение отдать туда на запись в память. Что такое увеличить значение в регистре? Нам же надо увеличить на 4 стек-поинта. Ну, уменьшить, уменьшить, да? Сверху вниз стек растет. Это вынуть опять-таки какое-то значение из регистра, вычесть из него пресловутые 4 и положить обратно в регистр. Вот в этом месте вынуть и положить, вынуть и положить, да? И происходит конфликт. Мы не можем это делать совсем одновременно. Это одна и та же, одна и та же вынималка и… Одни и те же провода. Да, это одни и те же провода, одна и та же вынималка и положилка, которые есть в процессе. По этой причине в MIPS все предельно просто со стеком. Есть конвенция, то есть договоренность о том, какой из регистров используется для… как указатель стека, как стек-поинтер. Это 29-й регистр, он прямо называется SP. Это регистр общего назначения, он ничем не отличается от всех остальных, кроме нулевого и 35-го. Нет никакой аппаратной инструкции, исполнение которой приводит к чему-то работающему с 29-м регистром непосредственно и только стеком. Это просто регистр общего назначения. Вот. Но согласно конвенции он называется SP, стек-поинтер, и вообще говоря, его никто не трогает никогда. Просто по договоренности. Да, вы можете написать программу, которая вызывает процедуру и использует другой регистр. Но с вами не сможет работать никто, кому вы окончательно не промыли мозги на эту тему. Так что вот, договоренность. По, опять-таки, аппаратной некоторой договоренности, которая, кажется, специфицирована в одном из вариантов модели памяти, дно стека расположено по адресу вот такому… Что там? Сколько? Сразу под ядром. Да, сразу под ядром. То есть это ровно в конце первой половины памяти, той самой, которой принадлежит пользователю. Вот. Давайте я погромче сделаю. Вот. Значит, начальное значение стек, кстати сказать, отличается от этого дна вот настолько. Если мне не изменяет память, мы об этом говорили. Вот у нас за сегодня… Мы сегодня не дойдем до понятия кадр, к сожалению. Я посчитал, просто мне показалось, что мы не успеем. Вот. А, в принципе, это как раз вот этот вот буфер между дном стека и тем местом, чему стек равен изначально. Это такой дополнительный кадр, где можно какие-нибудь локальные переменные хранить, например. Арсений прислал ссылку про Red Zone, да? Ну, короче говоря, запасное место. Вот. Ну да, значит, тут Михаил подсказывает вот какую странную штуку. Смотрите, если мы программируем на C, у нас основной код лежит в функции main. Но функция main – это тоже функция. Это значит, что ее тоже кто-то вызвал. Это значит, что у нее тоже есть локальные переменные, которые хранятся в стеке. И какие-то, значит, адрес возврата и вот это все. То есть к тому моменту, когда мы попадаем в исходный код, который мы пишем на C, у нас уже чем-то стек занят. Ну, короче говоря, найдется применение этой штуки. Вот. Операции добавления и снятия не атомарные. Вот. То есть мы совершенно честно, ну, вот пример. Давайте мы его скомпилируем, что ли. Не сюда, а нет, не сюда, вот сюда. Вот. Вот. Смотрите, давай сначала посмотрим на этот код. Вот мы загрузили в T1 какое-то число 123. Вот мы взяли и увеличили, подвинули вершину стека на следующую ячейку незанимаемую и положили туда это число. Вот это не атомарная операция, это положить константу на вершину стека. Она выглядит, как видите, сразу из трех инструкций. Положить константу в регистр, уменьшить значение стека, нарастить его, передвинуть вершину и положить результат на вершину стека. Добавляем еще одну. Значит, прибавили туда, допустим, какую-то сотню, получили там, сколько это, 223. Вот. Снова нарастили следующую вершину стека, то есть уменьшили ее вниз. Вот. Положили туда значение. А с этого места мы будем, значит, забирать опыту. Допустим, в регистр Т3 сняли с вершины стека, ущекли эту вершину стека, то есть увеличили ее на единичку. Напоминаю, стек у нас растет вниз, а уменьшается вверх. А, нет, смотрите, здесь я с стеком ничего не делаю. Прошу прощения. Значит, да, я прошу прощения. Смотрите, что мы сделали. Мы положили на стек три значения, теперь мы к ним можем ходить по-разному. Например, положить в регистр Т3 вершину стека, а в регистр Т4 ячейку, состоящую на 4, ну, короче, вторую после вершины. Вот. А тут что-то не то. Дайте я посмотрю. Нет, тут так. Тут какая-то чушь. Давайте мы перепишем этот кусочек. Перепишем этот кусочек. А просто, чтобы было немножко понятно, как это происходит. Значит… Ой. Вот. Значит, мы… вот это были процедуры, процедуры положения на стек. Так, тут два всего. Два. Значит, это лишнее. Вот это была процедура положить на стек, а это была процедура снять со стека. Да? Мы можем иметь доступ к вот этому блоку данных, который мы набили в стек с произвольным смещением, каким хотим. А вот процедура снятия тоже не атомарная. Мы снимаем с вершины стека значение, кладем его в регистр и увеличиваем адрес стекпоинтера на 4. То есть стек у нас уменьшается. Да? Уменьшается он вверх, растет вниз. Вот теперь давайте посмотрим, как это происходит. Обратите внимание, что это очень эффективный код. Здесь нигде не было псевдоинструкции. Все эти инструкции базовые. Ничего не нужно делать, чтобы… Вот здесь написано, чтобы превратить это дело в две инструкции. Ну, кроме, пожалуй, вот этого LE, которое может быть превращено в псевдоинструкцию в каком случае? В две псевдоинструкции. Если вот эта штука слишком большая, если мы хотим загрузить число, которое не влезает в полуслово, тогда у нас нет просто инструкции типа I, которая может это делать. И там, помните, это манипуляция со старшим словом и с младшим. Ну, так вот. Давайте посмотрим, как это работает. Вот у нас регистр SP. Где он? Он равен сразу F… ну, понятно, 7FFF EFFC. То самое число, которое, значит, представляет собой наибольший адрес, доступный пользовательскому режиму памяти, минус размер кадров. Вот мы кладем на стек. Мы загрузили в T1 некое значение. Мы завели для стека, увеличили его на… Короче, он вниз, вниз прорыв… Сейчас, еще раз, секундочку. Вот. Он начал расти вниз, наш стек. И здесь уже не FC, а F8. Уменьшили его на 4, как тут написано. И сейчас мы положим в стекпоинтер… Давайте тут в наблюдении нашем… Включим стекпоинтер. Видите, вот в этом окошечке можно указать, какой адрес мы хотим наблюдать памяти. И вот мы говорим… Давайте посмотрим, что у нас происходит вокруг стека. Да? Вот положили значение на текущую вершину стека. Вот она. Дальше мы кладем еще одно значение. Каким образом? Вычисляем новое значение в T2. Ну, допустим, это 200… Сейчас покажу. Нет, не здесь. Вот, 223, как и было сказано. Да? Сейчас мы будем уменьшать значение… Как бы увеличивать стекпоинтер, то есть вычитать единичку из адреса. Вычли еще. Стало… Что там? 7F, F, F, EF, F4. То есть вот сюда стало указывать. Вот. Записали сюда. Вот у нас стекпоинтер здесь начался. Эта ячейка не используется. Мы положили сюда, потом положили сюда. Сюда. Если мы будем продолжать в таком же духе класть на стек, то он положится сюда, 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 сюда. И так дальше он будет начинать расти вниз в количестве. Теперь доступ. Доступ непосредственно к вершине стека. Вот у нас в регистр Т3 приехало последнее положенное на стек значение. Сейчас в регистр Т4 приедет значение, которое лежит вот тут. Вот оно. Да? 7B. Это наш 100. Не 100. Что там? 123. Вот. И теперь относительно снятия со стека. Снятие со стека происходит обратным порядком. Сначала мы снимаем значение. Потом мы уменьшаем стек, то есть прибавляем к нему 4. Сняли значение, оно попало в Т5. Прибавили единичку. Теперь оно снова EFF8. Сняли значение, оно попало в Т6. Прибавили единичку. Теперь оно снова EFFC, то есть вершина стека, так как ее определяет конверция. Еще раз, вот так это выглядит в коде программы. Никаких аппаратных штук, за исключением просто работы с памятью, мы здесь не используем. То есть с точки зрения программиста на EFFC, использование стека, это просто такая договоренность о том, как мы распоряжаемся оперативной памятью, плюс некоторая гарантия со стороны операционной системы, что у вас при старте вашей программы, в том числе со стороны операционной системы, как это ни странно, что у вас при старте вашей программы значение стекпоинтер будет чему-то такому разумному равно. Вы это число даже можете надеяться, что оно именно такое. И что он растел, он будет вниз. Вопросы на эту тему? Да. Если конвенции согласованы, то нет ли директив, которые будут порождать соответствующие пары команд, чтобы писать это короче? Значит, директив таких нету, потому что их введение не приведет ни к чему наглядному, да. Нет, но люди очень любят писать макросы поп и пуш. Да, зато есть макросы. И в случае макросов там немножко все по-другому, потому что вы можете захотеть, например, написать макрос, который позволяет класть на вершину стека не только регистр или значение. Это две разных директивы. Они по-разному транслируются. Представим, что мы комплируем большую структуру данных на стек. И мы можем сделать в два раза меньше команду. Сперва мы все сохраняем, а потом... Ну, кстати, да. А потом увеличиваем размер стека сразу на много. Вот подсказка от Михаила, поскольку в микрофон не слышно. Предположим, мы копируем, сохраняем большую структуру данных на стек. Мы это можем сделать с помощью тех самых макро команд push, сделав их сто раз. И получим 200, не 200, да, чуть ли не 300 инструкций в результате. Взять из памяти в регистр, изменить размер стека, положить в стек. Или же мы можем сэкономить на команде изменить стек и превратить их не в 300, а в 201 инструкцию. Взять из памяти, положить... Нет, не можем. Нам все нужно будет увеличивать. А, да, точно, да. Мы напишем цикл, что я говорю. Все правильно. Мы напишем цикл, в котором будет изменяться этот адрес. Помните домашнее задание, где надо было с массивами работать? Да? Вот это и будет индекс в нашем стеке. А изменять стекпоинтер мы будем потом. Возьмем туда и сразу прибавим размер того, что мы туда положили. Тем самым напишем гораздо более эффективную инструкцию, чем если бы мы пользовались конкретно макросами типа push и pop. Такие вот дела. Вот. Ну, это, собственно, я объясняю для камеры, потому что из ответа Михаила было более-менее понятно. Да. Значит, такое дело. Обратите внимание, что нам, вообще говоря, все равно, к какому из элементов стека сформированному обращаться. к нулевому или к первому, или к второму, или к третьему. Да? Нет никакой разницы. Мы просто дописываем сюда, вот сюда, вот небольшое смещение. Вот и все. Да, я хотел бы это сразу отметить, и, возможно, это очевидно для всех присутствующих, данные со стека никуда не деваются. В смысле, когда не деваются? Ну, как лежало там что-то положенное, так там… сами собой. Ну, да. Значит, Михаил замечает следующее. Тут это, правда, тоже написано. Михаил замечает следующее, что стек – это просто память. Это не какая-то волшебная сущность. Это просто память, к которой мы что-то записываем. Соответственно, если мы набили стек, а потом его опустошили, то место, где лежали эти значения в памяти, они там продолжают лежать. Ничего не изменилось. У нас только указатель ходит туда-сюда. Соответственно, мы можем даже рассчитывать, если мы точно знали, что мы там ничего не изменили, что эти значения там все еще лежат. От того, что мы сбросили указатель стека на сколько-то вниз, уменьшили стек, тот факт, что в этом месте только что лежали нужные нам данные, не изменился. Мы все еще можем туда сходить и чего-нибудь взять. Это будет использовано как раз потом, когда мы будем заниматься кадром стек. Из чего следует очень простая вещь. Что если нам нужна внутри какой-то функции какая-то дополнительная память в оперативной памяти, для того, чтобы хранить, ну не знаю, там еще 50 каких-то вычисляемых значений, которые потом… Короче, локальные переменные языка программирования. Эти локальные переменные следует размещать тоже на том же самом стеке. Более того, это довольно удобно. Особенно с применением фрейма, о котором я все еще подозреваю, что мы сегодня не поговорим. Но идею, я думаю, все поняли. Если мы можем на стеке размещать, допустим, адрес возврата функции, то точно так же на этом стеке можно размещать передаваемые параметры, если их слишком много, больше четырех, и они не влезают в регистр А0, А3. И точно так же на этом стеке можно размещать какие-то внутренние локальные данные для нашей функции, которые мы потом выбросим, когда они посчитаются. В точности локальные переменные я сильно подозреваю, что понятие «локальная переменная» вторично по отношению к тому, что мы сейчас обсуждаем. Что сначала изобрели стек и опустошение стека, а потом изобрели локальный namespace. Сильно подозреваю, что было именно так. Все, кажется, это была первая лекция, но у нас еще есть вторая, потому что мы еще не дошли до некоторой общей конвенции. Сейчас в нашей конвенции… Собственно, сейчас нет конвенции для общих подпрограмм с использованием стек. Вот это как раз сейчас мы посмотрим. Я, с вашего позволения, опасаясь, что у меня там еще какая-то у копипасты проблемы, я, с вашего позволения, зайду тоже на сайт Moodle. Вот. А, вот, вот мы дошли до утверждения, что неправильное решение сохранять в какие-то… в какое-то место в памяти имманентное для нашей программы, неинтересное место. Вот. Не будем это обсуждать. А вот сохранение в стеке. Итак, наша программа, которую мы написали, должна как минимум сохранить в стеке адрес возврата. Потому что она сама, в свою очередь, собирается вызвать еще какую-то подпрограмму, и, стало быть, операция Jump and Link, этот адрес возврата из регистра RA просто затрю. Примерно так выглядит подпрограмма, вызывающая другую подпрограмму, которая сохраняет на стеке адрес возврата. Вот. У нас основной код. Вот у нас вызов подпрограмму SUBR1. Она немедленно сохраняет RA в стеке, то есть наращивает вершину и складывает туда RA. Дальше она что-то делает. Дальше она вызывает некоторую подпрограмму SUBR2. И эта программа SUBR2 немедленно наращивает адрес, вершину стека и складывает туда RA. Дальше эта подпрограмма что-то делает. Дальше надо вернуться. Что она делает? Она берет и снимает с вершины стека RA. То есть теперь у нас адрес возврата тот, который положил туда вот эту инструкцию jam and link. И вот. Урезает стек на одну ячейку и возвращается туда, где ее вызвали. Вот сюда. Дальше она что-то делает. Дальше происходит то же самое. Мы снимаем со стека адрес возврата, урезаем стек на одну ячейку, возвращаемся в то место, где нас вызвали. Вот сюда. В общем, ничего мудрого совершенно. Вот. Ну, понятно. Значит, если мы очень сильно заморочены эффективностью программирования на ассемблере и знаем, что SUBR2 процедура концевая, вот эти зеленые штучки ей не нужны, потому что она никогда не испортит аттрест возврата. Но мы этого не знаем. Вот. Ну, вот пример чего там. Факториал. Ну что, будем смотреть факториал? Давайте посмотрим. А оно закомментировано. А оно закомментировано. Давайте посмотрим факториал. Опять забыл скопировать. Ву. Значит, у нас есть n, который равный 7. У нас есть результат, который мы туда положим, который будет равен 0. Вот. У нас есть какой-то код. И в какой-то момент мы хотим вызвать функцию факториал. Она написана согласно конвенциям. То есть она принимает параметр в A0 и возвращает параметр в V0. Вот. И она написана так, как писать нельзя. Ну, все знают, да, что факториал нельзя писать рекурсивно. То есть если вы читаете книжку, в которой пример рекурсия сделан на базе функции факториал, можете смело эту книжку закрывать. Ну, потому что факториал делается циклом. Вот. Еще потому что факториал имеет линейное количество рекурсивных вызовов, что, в общем, противоречит понятию рекурсии. Нет, она не просто там не нужна, она там вредна. За одним исключением. Когда у вас концевая рекурсия эффективно... Да, рекурсия в любом случае дороже, чем цикла. Особенно в нашем случае, когда мы вынуждены много чего сохранять. Вот. Ну, да ладно. Слава Богу, у нас книжка не по программированию, у нас разговор про архитектуру ЭВМ, и мы изучаем, как работает стэк. Поэтому мы можем себе позволить написать неправильную рекурсию. Мы ее написали. Смотрите, как это работает. Спасаем РА. Регистр РА нам нужно обязательно спасать. Внезапно спасаем регистр С0. Зачем мы это делаем? Мы это делаем потому, что нам в какой-то момент ударило в голову использовать регистр С в качестве одного из регистров, на которых мы производим вычисления. Почему нам ударило в голову использовать именно регистр С, я не знаю. Проблема состоит в том, что этот регистр С мы должны вернуть вот сюда, в нашу основную программу, в том виде, в котором он нам был передан. Тогда нам надо его перед тем, как начать вычисления, спасти тоже на стэке. Вот, пожалуйста, мы добавляем еще туда и регистр С. На стэк кладем. Таким образом, программа FACT нам запасает два регистра на стэке. Регистра разряд и еще С0, который мы почему-то решили в ней использовать. Мы могли бы использовать Т0 и не заморачиваться, потому что Т0 разрешается портить. Мы, кстати, его будем где-то здесь использовать? Нет? Нет, не будем. Вот. Ну, окей. Дальше что мы сделали? Дальше мы вычислили n-1. Мы, значит, взяли наш А0, вычли из него 1, проверили, не приблизились ли мы к единичке. Если приблизились все, мы должны должны возвращать значение. Если мы не приблизились, у нас следует рекурсивный вызов. В А0 у нас теперь лежит n-1, так что все хорошо. Мы снова попадаем сюда. Мы в очередной раз в стэке сохраняем SP и, в смысле, сохраняем RA и S0. И так по кругу ходим, 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 ходим. Где умножение-то? А, вот умножение. К этому моменту у нас все рекурсивные вызовы закончились, и у нас в В0 приехал факториал чего? n-1. Нам его надо домножить на n и вернуть. А где у нас n лежит? А n у нас лежит в регистре, который мы точно знаем, что никто не портит. Это регистр S0. Вот если бы мы положили что-то в Т0, то нам бы мог поехать совершеннейший мусор туда. Но мы знаем, что, согласно конвенциям, то, что положили в регистр S0 вот здесь... Здесь, кстати, неправильно написано. А, нет, все нормально. Вру. То, что мы положили в регистр S0 вот здесь, останется в S0 даже после вызова процедуры, даже после вызова рекурсивной процедуры. Вот зачем мы это положили в S0. И вот зачем мы его там спасали. Но спасали мы его здесь, зная обычный факт. Мы знаем, что S0 нужно сохранить. Да? Мы не знаем, зачем этот S0 нужен вызывающим. Мы знаем только, что мы не можем его испарчивать. Отлично! Мы его сохранили, а здесь мы надеемся на то, что при вызове процедуры факт S0 не изменится. Мы туда положили N. Да? N. В A0 у нас N-1. В S0 у нас N. Соответственно, мы просто домножаем факториал N-1 на N. Результат получается факториал N. И дальше мы должны вернуть это значение в V0. Но прежде чем вернуть его в V0, значение, которое мы вычислили в S0, мы должны восстановить stack. Что значит восстановить stack? Сколько надо оттуда удалить ячеек? Ух ты, елки! Вы говорите в следующий раз. Он все еще синий? Ага. Вот. Так видно? Ну что, с какого места еще раз объяснить? Значит, итак, мы здесь вычислили факториал. К моменту, когда мы вернулись вот сюда, отсюда вернулись, у нас уже в V0 лежит факториал N-1, домножили его на N, положили в S0. Нам теперь это S0 надо переложить в V0 и вернуть значение в V0. Но нам сначала надо восстановить stack. Для восстановления stack, насколько нужно изменить его вершину в данной функции? Да, нам нужно сдвинуть его на две ячейки, но при этом нам нужно еще восстановить исходное значение регистра S0, который мы испортили, а этого было нельзя согласно конвенции. Ну и, разумеется, R-A, которая лежит в самом конце вот этого кадра stack, этого кусочка. Таким образом, 1-4, 2-4, и тут вернулись. Давайте посмотрим, как это работает. Кстати, да, можно попробовать прямо сейчас это сделать. Давайте сначала попробуем это сделать так, а потом, согласно вашей рекомендации, идея хорошая. Мне нравится. Уй. Так, ну поехали. Что это? Загружаем N в... Загружаем N в регистр, какой? В регистр A0. N это 7. Значит, как это делается? Load Word распадается на две инструкции. Загружаем адрес в регистр AT временный и загружаем из регистра AT значение. Если бы здесь был адрес какой-то хитрый, пришлось бы его на три инструкции распадать. Сначала старше, в половину, кто младше. Шмяк вызвали наш факториал. В этом факториале сейчас в A0 к нам приехала семерка. Вот она. Вот мы сохраняем S0 и... R S0. Сохранили RA в стеке. Вот оно лежит. Сохранили S0 в стеке. S0 был равен 0, когда мы сюда приехали. Дальше. Вычли единичку из RA. Сейчас мы ее вычтем. Вычтли. Вот. Сравнили... Сколько там? Восемь. Ну короче шесть. Не равно ли это единице? Да, с единицей сравнили. Обратите внимание, что сравнение с единицей аж в три инструкции разложилось у нас. Потому что эту единицу надо доставить, потом сравнить и потом еще перепрыгнуть. Сравнили. Выяснилось, что нет. Шмяк. Снова вызвали нашу инструкцию F. У нас адрес возврата теперь 0,40. Отлично. Мы опять спасаем в стеке RA. Вот он адрес возврата 0,40. Мы опять спасаем в стеке S0. Теперь там лежит 7. Это то, чего факториал мы считаем. Идем дальше. Хлоп. Третий вызов. Шесть. Четвертый вызов. Пять. Пятый вызов. Четыре. Шестой вызов. Три. Седьмой вызов. Два. Сейчас. Ой. Промахнулся. Где там сравнение было? Вот. Значит, вот у нас... Внимание. Значит, у нас... Да, у нас... А0 это 2 теперь. А, 0 уже равно 1, да? А, 1. А, 0 теперь равно 1. А, 0 равно 1. А, 0 равно 1, нам нечего больше вычислять факториал, и мы начинаем возвращаться из этого рекурсивного вызова. Мы перепрыгнули. Вот давайте еще раз. Вот. Вот у нас... А, 0 равно 2. Мы вычли из него единицу. А, 0 равно 1. Сравнили его с единицей, все, оно уже не меньше. Поэтому мы по этой команде перешли на done. В этом done мы рассчитываем, что у нас в 0 лежит результат вычисления факториала. Там у нас лежит, в данном случае, единица. Вот. Ну и поехали. Кладем единицу в V0, восстанавливаем значение на стеке. Восстанавливаем RA, восстанавливаем... Восстановили там... Сейчас еще раз. Прошу прощения. Восстанавливаем S0, изменяем стек. Восстанавливаем RA, изменяем стек. Возвращаемся в предыдущий вызов рекурсивный. У нас теперь... Следующий адрес возврата будет... Стекпоинтер у нас указывает на D4. Это вот... D4 это где? Это вот здесь. Вот здесь. Вот сюда он уже указан. Вот. Восстанавливаем снова... Домножаем текущий факториал, который у нас лежит в S0... В 0... Что там? Господи, что несу? А! Кладем текущий факториал в V0. Домножаем его на S0. Восстанавливаем значение стека. Возвращаемся. У нас в S0... В V0 сейчас уже результат какой? Где он тут V0-то? Уже 6. Это 3 факториал. Сейчас мы... Домножим его на S0, который у нас восстановился с прошлого раза. Получится уже там 12, мне кажется. Да? Нет? Где он тут? Что-то много. Или ненормально? 18 сколько? 24, да. Нет. Слушайте, что-то я торможу. 24, да. Вот. А, ну да, все правильно. Вот. Ну и так дальше. Вот мы возвращаемся из этого вызова. Вот мы возвращаемся из этого вызова. Вот мы возвращаемся из последнего вызова, мне кажется. Оп. Все. Посчитали наш факториал. Он равен... Ну, правильно. Кладем его в результат. И на этом заканчиваем. Вот. Значит, обратите внимание, что вполне себе настоящий рекурсия с загаживанием неймспейсов временными значениями, с использованием регистра. Вот. И главная наша фишка, что мы используем регистр S0, как если бы он внутри вот этой функции не менялся. Почему мы это делаем? Потому что здесь мы его сохранили, а здесь мы его вспомнили. Вот тут мы его вспомнили. Такие дела. Получается, что у нас к коду нашей функции содержательному... О! Время закончилось. Ну, я думаю, что как раз. К содержательному коду нашей функции добавляется понятие пролога и эпилога. Пролог – это сохранение всех тех значений, которые нам следует сохранить за время жизни функций. То есть выполнение каких-то подготовительных действий, которые мы предусматриваем ради того, чтобы эту функцию вообще можно было нормально написать. Эпилог – это восстановление этих значений из сохраненного состояния. Для чего обычно используется степь? Да? Значит, еще раз. Это не имеет отношения к содержательному... к содержанию нашей функции, которую вычисляет в данном случае факториал неправильно. Вот. Но имеет отношение к ее работоспособности. Да? Если мы не выполним пролог и эпилог, то функции работы не будет. Еще одна фишка состоит в том, что если мы точно знаем, что наша функция использует только S0, то какая бы это ни была функция, ее пролог и эпилог всегда будет одинаковой. Да? Функция, которую использует только S0, начинается с этого и заканчивается вот этим. И больше ничем. Вот этим. И больше ничем. Вот это я тут зря написал. Оно не должно быть зелененьким. Вот. Тут еще один пример. А, это пример того, как мы будем вычислять в интеграл, как мы будем вычислять факториал, если мы не будем использовать сохраняемый регистр, потому что мы внезапно будем на стеке хранить это значение. То, что красненьким нарисовано. Какая разница? Вот. Пример конвенции. И на этом, видимо, сегодня будет закончено. Значит, она уже состоит прямо из 11 пунктов. Не такая простая штука. Это ваша конвенция. То есть вы пишете под программу, имея в уме вот эти 11 пунктов. Первый пункт. Передаем на регистрах A. Второй пункт. Переходим по командой jump and link или jump and link регистр. Первая типа I, вторая типа R. Помните, в чем разница, да? Типа I, это когда мы указываем адрес, именит ли, непосредственно. R, это когда адрес лежит в регистре. Вот. Дополнительное требование. Мы не забираемся в стэк ниже того места, которое нам передали. То есть для нас стэк как бы начинается с того значения SP, который к нам приехал. Ниже чем SP мы не забираемся. Ну ниже, а выше в смысле. Тут написано выше. Выше. Стэк растет вниз. Выше. Вот. Подпрограмма обязана сохранять на стэке RA. Подпрограмма обязана сохранять на стэке все используемые значения регистров F. Используется только один – сохраняем его. Используются все – сохраняем все. Подпрограмма может хранить на стеке дополнительно сколько хочешь переменных Главное потом все убивать Возвращаемое значение происходит через регистр V Подпрограмма должна освободить все занятые локальными переменными, дополнительными переменными значения стека Программа обязана восстановить из стека значение всех регистров S, которые она туда сохранила, и регистры RA Программа обязана устроить таким образом, чтобы стекпоинтер при вызове соответствовал стекпоинтеру при возврате Ну и возврат с помощью GR Все кажется очевидным Немножко не очевидна строчка номер 6, потому что мы с вами не посмотрели, что такое локальные переменные Но это понятно, что вы что-то храните прямо на стеке Честным образом его увеличивая и уменьшая Все, значит, у меня к вам вопрос Смотрите, тут, значит, у нас есть два варианта домашних заданий Вот, значит, первый вариант Мы пишем полную программу так же, как мы это делали раньше Второй вариант, мы пишем функцию, в которой мы обязаны соблюсти конвенцию по сохранению регистра S, R, SP Соответственно, EJUDGE будет проверять эту конвенцию, он будет проверять, что все регистры в сохранности С одной стороны это интересно, но с другой стороны для этого нужно воспользоваться некоторыми дополнительными штуками То есть вы пишете в одном файле функцию, а в другом файле проверяльщик Вот это проверяльщик, написанный мною Вот он Вам туда глядеть не надо, вы просто запускаете Mars Либо вот таким вот образом запускаете Mars Это ваша программа, а это вот текст проверяльщика Либо выставляете вот такой пункт меню и собираете его из двух файлов Так вот, у меня вопрос к здесь присутствующему Что вам удобнее, с учетом того, что я это не объяснил и не показал, как делать? Решать домашнее задание в старом стиле? Или самостоятельно вот этот кусочек освоить и решать домашнее задание в новом стиле? Смотрите, я могу, у нас будет еще один разговор, в котором будет разговор про конвенцию Я могу сделать так, я могу сегодня дать задание обычное, а в следующий раз дать задание на следование конвенции Потому что там будут разные такие штуки, например, там будет про кадр разговор Вы можете, например, сразу воспользоваться кадром, и это будет намного удобнее, чем руками там что-то выщел Поэтому давайте так, я вот сейчас, как это, вы подумали, и я решил В этот раз у нас будут задачки на обычную программу С тем, что вы напишите функцию сами самостоятельно, да, вот это будет проверяться А в следующий раз уже будет разговор, я покажу прямо на лекции, как оформлять вот такое родное домашнее задание И, соответственно, в следующий раз будет домашнее задание на оформление функции Вот, тем более, что у нас не так уж много было Мы не очень сильно практиковались в принципе программирования на MIPS Мы пока написали 5 программ всего Так что основной смысл сегодняшнего домашнего задания будет просто в том, чтобы еще немножко Накачать мускулатуру программирования на ассемблере MIPS С использованием под программ Вопросы по тому, что было сегодня, пожалуйста Вопросов нет Все, тогда всем спасибо Значит Я так понял, все здесь присутствующие, которые учатся на EJAD-же зарегистрированы или зарегистрируются Не забудьте там указать имя и группу, потому что эту информацию мне к понедельнику нужно сдавать в учебную часть Вот На чем, собственно, всем спасибо 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 Спасибо